Ухоженный, чистый и уютный населенный пункт. Таким нас встретил городской поселок Октябрьский. Цель приезда съемочной группы – знакомство с предпринимателями Октябрьского района, призера республиканского конкурса в номинации «Лучший район для бизнеса в Беларуси-2016» с численностью населения менее 50 тысяч человек. Признание в сфере развития предпринимательства на республиканском уровне – факт не случайный. К этому шли не один год, рассказывают в Октябрьском райисполкоме. Здесь буквально каждого местного предпринимателя знают в лицо, стараются помочь и поддержать. А развитие малого и среднего бизнеса в районе – в числе первоочередных задач дня сегодняшнего. Вопросы развития предпринимательства в районе находятся на особом контроле. Мы с субъектами хозяйствования ведем открытый диалог, проводим различные совещания, деловые встречи. Постоянно, на постоянной основе проводятся встречи руководства района с частным бизнесом. Результат такого подхода местного руководства очевиден. И речь не только о росте количества предпринимателей и, соответственно, налоговых поступлений в бюджет. Примечательно, что в небольшом Октябрьском районе с аграрной спецификой представителями частного бизнеса сегодня освоены практически все сферы – от производства до различных видов услуг. В сфере малого и среднего бизнеса в районе на сегодня осуществляют деятельность 74 организации и чуть более 200 индивидуальных предпринимателей. Наибольшее количество малых предприятий занято в сфере производства сельскохозяйственной продукции. Их у нас 36 предприятий. 15 организаций трудятся в сфере промышленности – это переработка древесины. 12 из них в сфере розничной торговли, 8 – в сфере автомобильных перевозок. Основные представители малого предпринимательства в районе – это индивидуальные предприниматели. Наибольший удельный вес здесь занимают индивидуальные предприниматели, основным видом деятельности которых является розничная торговля. На территории района их насчитывают 32 индивидуальных предпринимателя. 26 индивидуальных предпринимателей оказывают бытовые услуги. Также активно у нас предприниматели оказывают услуги в сфере транспорта, строительства, лесозаготовок, технического обслуживания автомобилей и другие. Таковы официальные цифры и факты. А теперь реальные человеческие истории. Их узнаем от самих предпринимателей Октябрьского района. Магазин «Мазыряночка» знают не только в самом Октябрьском. За покупками сюда приезжают и из других населенных пунктов. Говорят, здесь дешевле. Но только ли этим здесь сумели привлечь клиентов? С таким вопросом обращаемся к хозяйке магазина Ольги Козловой. Три определяющих фактора. Это, конечно, качественное обслуживание, хорошая цена, потому что сегодня покупатель голосует рублем. Ну и, конечно, широкий ассортимент, потому что человек должен прийти и выбрать то, что ему необходимо. Лично убеждаемся, и ассортимент в «Мазыряночке» достойный более тысячи наименований продукции. И цены радуют, и продавцы вежливые, и обходительные. Неважно, работаешь ли ты в крупном торговом центре в столице или в небольшом магазине в провинции, везде подход к клиенту должен быть на высшем уровне, считает предпринимательница Ольга Козлова. Когда я сама, как говорится, стала за прилавок, я хотела отойти от этого, грубо скажу, торгашеского подхода. Не обмани, окажи максимум внимания покупателю, расскажи о продукте, предложи, может быть, где-то подешевле. Название «Мазыряночка» магазин получил неспроста. Сама Ольга Козлова – жительница Мозыря. Свой семейный бизнес она начинала в 2006-м с выездной торговли в четырех районах Гомельщины, среди которых был и Октябрьский, и спустя несколько лет именно здесь ей предложили развиваться. В итоге в 2016-м году в райцентре и появился этот современный магазин. К слову, сегодня торговля в Октябрьском районе развивается довольно динамично, однако Ольгу Козлову открытие новых торговых объектов не пугает, ведь конкуренция, как известно, двигатель прогресса. Когда есть конкуренция, интереснее работать и развиваться. То есть ты начинаешь шевелить мозгами и думать, а что ты можешь предложить клиенту на сегодня, какую цену, какой ассортимент. Ну то есть нужно искать выходы, искать варианты. Фермерское хозяйство Цыганкова – крупное, стабильно работающее сельхозпредприятие. И поначалу немалое удивление вызывает факт, что руководит им хрупкая женщина. После трагической гибели мужа Татьяне Цыганковой, человеку, далекому от аграрной темы, пришлось взять управление хозяйством в свои руки. Вспоминает было непросто. Училась у работников хозяйства, коллег фермеров, читала специализированную литературу. Сейчас Татьяна Цыганкова на фермерской стезе ощущает себя вполне уверенно. Продукцию реализуем, работаем с базами в основном. Немножко на магазины возим, где-то сами к нам приезжают. Уже так как разрекламированное хозяйство, люди знают, приезжают. Им нравится наша продукция. У нас семена все голландские, мы покупаем хорошие семена. Но от этого и качество продукции хорошее, и на вкус, и хранится хорошо. Фермерское хозяйство Цыганкова сегодня – это 350 гектаров земли, на которых выращивают овощи, зерновые, яблоки. Есть рассадник, теплица, овощехранилище, специализированная сельхозтехника. В небольшом объеме занимаются мясным животноводством. За 15 лет работы хозяйства его продукцию уже по достоинству оценили и в районе, и в области, и даже за рубежом. Вот у нас даже есть с России приезжают, которые родом с Октябрьского, и именно приезжают к нам, покупают всю продукцию на зиму, и говорят, что она очень вкусная, и вот то, что экологически чистое. Это в первую очередь. Если мы выезжаем куда-то на рынок торговать, как только видят Октябрьский район, сразу все идут к нам. Потому что знают, что все-таки Октябрьский район – это чистый район. Своё фермерское хозяйство Татьяна Цыганкова по-женски сравнивает с семьёй. Здесь один за всех и все за одного. И это, говорит, и есть самый главный секрет успеха. Деятельность производственного предприятия «ЛСМ Пилет» – яркий пример того, как в Октябрьском районе работают с иностранным инвестором. Когда гражданин Германии Йохан Марштадер решил открыть в Беларуси бизнес по производству топливных гранул, было изучено немало вариантов в разных районах. В итоге решили остановиться именно в Октябрьском. Долго подбирали объекты. Мы по Беларуси проехали, посмотрели Глузский район и так далее. Побыв в Октябрьском районе, нас тут хорошо встретили, провели по всем возможным неиспользуемым объектам. Посмотрели сырьевую базу, близость лесистых таких районов, как Октябрьский, Глузский, Петриковский, Светлогорский. То есть всё сложилось очень хорошо. Сегодня объём производства предприятия «ЛСМ Пилет» составляет 200 тонн продукции в месяц. Через год планируют выйти на 1000 тонн. Основной рынок сбыта – Германия. Ведутся переговоры с другими странами Европы. В небольшом объёме пилеты реализуют и на внутреннем рынке. Впрочем, уверены здесь, со временем и у нас по достоинству оценят все преимущества топливных гранул. Это чистое биотопливо. То есть это возобновляемый ресурс, который производится в основном, как мы производим, из отходов деревообработки и лесозаготовок. Преимущество перед другими видами топлива, почему его приняли в Европе, потому что оно имеет стандартную влажность, стандартную определенную теплоту сгорания. Пилетные котлы имеют очень высокий КПД при сгорании продукции. Тоже это большой плюс. И, наверное, самое основное – это автоматизация. То есть определенный стандарт пилет позволяет автоматизировать полностью процесс сгорения. К слову, разместилось предприятие ЛСМ Пилет на базе неиспользуемого объекта. Работе с госимуществом в районе уделяют особое внимание. Показательный пример – здание лодочной станции в самом Октябрьском. Когда-то это было любимое место досуга жителей райцентра. Однако со временем пришло в упадок. Возродить былое взялся предприниматель Евгений Моторас. Местные власти пошли навстречу. И в 2012 году объект продали с аукциона. Раньше это была лодочная станция. Мы решили далеко не ходить и, скажем так, возродить ее в былых масштабах. Тем более, что место красивое. Раньше здесь были пляжи. Решили начать с лодочной станции. Купили один катамаран. Какие-то запчасти были. Что-то начали собирать. В итоге тот парк, который у нас сейчас есть, мы с ними работаем. Сочетание живописной природы и активного отдыха пришлось по вкусу жителям Октябрьского и в наши дни. В летнее время в посетителях здесь недостатка нет, рассказывает предприниматель. А вот зимой закономерно такой вид отдыха не востребован. Так пришло решение освоить еще одно, так сказать, всесезонное направление бизнеса. И в 2015 году в здании лодочной станции предприниматели открыли тайм-кафе «Пристань». Сегодня таким форматом заведений могут похвастаться лишь крупные города. И вот теперь райцентр Октябрьский. В тайм-кафе или анти-кафе посетители платят за проведенное время. Взамен же получают уютное место, чай, кофе, доступ в интернет, различные настольные игры и другие развлечения. В тайм-кафе «Пристань» от классического формата решили не отступать. Здесь мы сделали упор на настольные игры. Здесь есть интернет, Wi-Fi, то есть можно использовать также как такой мини-офис. Основная аудитория – это подростки, это старший школьный возраст, это студенты, которым здесь интересно, они все себе находят занятия по интересам. Сарафана радио хорошо работает, люди подтягиваются, им интересно. Появилась тенденция, что люди приезжают из соседних районов, из Глузка, из Светлогорска бывают у нас люди. Предварительно связываются, интересуются о программах, которые у нас планируются, которые у нас проводятся. Свою фантазию и креативность Евгений Матарас вместе с супругой проявили не только в оригинальном формате заведения, но и в оформлении его интерьера. Буквально все здесь делали своими руками. Стиль выбрали морской, максимально обыграв тему пристани. А еще помимо дальнейшего обустройства зоны отдыха при лодочной станции, предприниматели Матарас мечтают открыть здесь классическое кафе и небольшую звукозаписывающую студию. Планов много, желание дальше двигаться вперед у нас есть, возможности есть, власть содействует нам в развитии нашего бизнеса и совместно мы будем дальше работать и развивать наш край. О том, чтобы приносить пользу родному краю, в свое время задумался и предприниматель Александр Лебедев. После того, как отслужил по контракту в армии и поработал на строительстве в Москве, для себя решил, деньги можно заработать и у себя на родине, да так, чтобы было и себе, и людям. В итоге Александр Лебедев открыл предприятие по деревообработке, а параллельно и сферу услуг решил освоить. Сегодня в этом красивом природном уголке Октябрьского района идет строительство будущей агроусадьбы. К слову, к выбору этого места Александр отнесся с особой тщательностью. Основной критерий был таким – здесь должна отдыхать душа. Объехал весь октябрь, искал, правда, месяц, мне и так везде смотрел, и, ну, место мне понравилось, скажем. То весной здесь приходишь, и здесь соловьи полностью. Я вот просто даже, когда еще ничего не было, был один фундамент, прихожу даже просто посидеть. Соловьи поют, птички, короче, природа, отдых полностью. Вот уже практически готов коттедж для гостей. Здесь будет баня, а здесь винный погребок. С азартом рассказывает Александр Лебедев. Вблизи можно будет поохотиться и порыбачить. Вот только название агроусадьбы пока еще не придумал, говорит Александр. Но в нем обязательно будет слово «друзья». Ведь это, считает предприниматель, самое главное в жизни. Местное руководство отмечает. В Октябрьском районе есть немалый потенциал и возможности для развития бизнеса. Здесь рады каждому серьезному и ответственному инвестору. И обещают всестороннюю поддержку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok